Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Ир Сен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, девочки и мальчики. Я все читаю. Давайте сегодня посмотрим тему. Очень просили меня девочки, мне не жалко. Давайте сделаем тайные мысли мужчины по поводу вас. Какие тайные мыслишки в его головишке, как говорится, есть по поводу вас, в отношении вас, у вас. Расклад будет на одну позицию, он будет общий. Поэтому если резонирует, значит смотрим дальше. Если не резонирует, ну, к сожалению, не ваш расклад, но не притягивайте за уши. Посмотрите другие расклады на моем канале, либо на других каналах. Также очень много торологов на ютубе, поэтому в любой момент можете посмотреть. Но не спорьте, пожалуйста, с картами. Давайте посмотрим, что на данный момент сейчас в ваших отношениях, чтобы понять, резонирует с вами расклад, либо не резонирует. Что на данный момент в ваших отношениях. Ой-ой-ой. Ну, во-первых, вы тут. Так. Ну, здесь уход, здесь девочки. О, король кубковый наш любимый. Здесь восьмерка кубков. Здесь отношения на данный момент. Нет, вы в прошлом, у вас были какие-то длительные, стабильные отношения. Возможно, вы здесь были с семьей. Да, либо у кого-то из вас здесь была семья. Даже, может быть, детки здесь есть у кого-то из вас. Вот. Но здесь был уход. Уход по необходимости. Уход потому что в том виде отношения, в котором были, они больше существовать не могли по каким-то причинам. Здесь, во-первых, вы судьбоносные друг у друга. Вы пришли не просто так в жизнь друг друга. Здесь было все у вас очень хорошо. И начиналось все красиво. Потузу чаш и чувств полная чаша. И какие-то у вас были планы даже громадьё тут целы. Но, к сожалению, потом вот случилось то, что случилось. Отношения тяжёлые. Отношения, скорее всего, созависимые у вас здесь. Когда и вместе быть тяжело, и друг без друга никак. То есть вот какая-то такая, вы знаете, ситуация, ну, как-то безысходности, что ли. Вот. Сейчас, на данный момент, здесь вы либо в паузе находитесь, либо как-то отстаивание своих границ идёт. Здесь женщина королева Пентакли, вот вас показывают на данный момент. Вы очень практичная, целеустремлённая. Вы сейчас какой-то порядок в жизни своей навели или наводите. Здесь женщина, которая как-то знает, чего она хочет. У неё как-то стиль в одежде. Она хорошо может подбирать и дома у неё уютно. И, в принципе, королева Пентакли хорошо готовит. Они земные, они практичные. Они сами могут и дом построить, и детей вырастить, и яблоневый сад построить, вырастить, точнее, и всё, что хочешь. Здесь такая женщина, королева Пентакли, это, ну, плодородная, да, такая женщина. Это не значит, что она там такая большая, да, нет. Здесь не в этом плане плодородная, что она сама всё может сделать. То есть есть, к примеру, смотрите, есть такие люди, вот женщины часто встречаются, да, как, ну, без мужчин она прям не может. Вот прям вот ей нужен мужчина, она не может ни в магазин, там, ни детей, ничего. Вот просто ничего не может без мужчины. А вот вы сама, знаете, такая самодостаточная единица, вот вы сама всё можете, там. И, к примеру, в декрете, там, да, у вас как сороконожка, куча ножек, куча ручек, вы всё делаете, и поесть, и детей, и уроки, и, я не знаю, там, и работы, и всё, что угодно. То есть такая вот женщина. К вам вообще в основном, к вам, знаете, люди тянутся. Вы особо не конфликтный человек, да, но, собственно говоря, в гневе теряете контроль. Сама вряд ли вы пойдёте первая на конфликт как-то, да, будете как-то вот уходить от конфликта. Но если уже как бы на вас наступили, да, вы тут дадите жару, как говорится. Здесь такая женщина. И сейчас вы такая вот в позе, да, я вот стою здесь, отстаиваю себя, свою жизнь, свои какие-то планы, да, вот я подняла эти мечи, не дай бог тут ко мне кто-то подойдёт. Вот этот король кубковый наш, красавчик, прям сразу сегодня выпал, прям вышел, скорее всего, да, меня одни и те же будут, девочки, привет, одни и те же будут смотреть. Ну, этот мужчина либо водного знака зодиака, либо такие черты характера у него, да, поёт дифирамбы, серенады, красиво ухаживает, красиво лапшу на уши вешает. Мужчина такой вот, но с ним вы познали настоящее чувство, как вам казалось, да, здесь действительно вы окунулись, вы могли до этого мужчины и не знать, да, что вы можете такие чувства испытывать к человеку. Но здесь вот, понимаете, карта шута, вот как-то серьёзности здесь в этих отношениях, ну, нету, да, как-то вот кто-то из вас не хотел какой-то серьёзности, не был готов к серьёзности. Был готов, только приехал, пришёл, увидел, победил и дальше поскакал. Вот такая вот ситуация. Если это ваш расклад, если резонирует с вами, что да, тогда смотрим дальше. Если не резонирует, тогда, собственно говоря, нет, ну, тогда не ваш расклад. Давайте посмотрим тайные мысли этого мужчины насчёт вас. Тайные мысли. Какие тайные мысли у этого мужчины есть насчёт вас? Какие у него тайные мысли? Тайные мысли какие? Тайные мысли прискакать к вам на своём гнедом жеребце. Здесь как-то, знаете, вы его напитываете. У него прям, я не знаю, там вот что пониже прям горит, кипит по отношению к вам, да. Тайные мысли его о вас, что вы, женщина, понимаете, вы всегда пройдёте на помощь, да. Что вы можете кому-то прийти на помощь, а кому-то, знаете, надавать по шеям, как говорится. Здесь женщина с харизмой, вот он как вас видит, да. Ну, может отрубить и отсечь, когда, знаете, вот когда вам на шею сядешь, поедешь, вот как на шею сядешь, так и слезешь. Здесь сейчас женщина такая, вы, если, да, вот у вас есть детки, здесь вот внуки, может быть, он видит, что вы можете помочь, и вы помогаете, да, по этому, по своим возможностям, да. Вот, можете где-то быть рисковатой, вот как сказала, как мечом отрезала, можете быть, да. Но при всём при этом у вас внутренний огонь есть, вот он видит вас, как женщина, вот такой вот огонь, с харизмой, с такой, вот такая вот вы длинневая. Но вы умеете, говорю, здесь вы можете и помочь, и в трудную минуту руку помощи протянуть. Но в то же время вы, да, если человек потом как-то воспользуется и будет всё время это делать во вред, да, вы его тут же отсечёте, то есть, да, до свидулечки, не буду и больше. Какие тайные мысли о вас, ну, что вы его императрица, да, императрица это что, кто такая эта женщина? Это женщина, ну, самая главная для него, да, такая вся, опять-таки, да, плодородная. Вы всё, сама всё можете, с чувством собственного достоинства, что вы сейчас не будете ничего выяснять, что вы не будете опускаться до каких-то там интриг, да. То есть, императрица, она хозяйка своего положения, и вот его тайная мысль какая от класса, что он видит вас хозяйкой своего положения. То есть, вы, он видит вас сейчас на том месте, на котором вы и должны быть. Вы и женственная, и красивая, и самодостаточная, и всё у вас есть, да. Да, вот он видит вас такой. Какая ещё тайная мысль по поводу вас? Ну, он понимает, что где-то поступил с вами несправедливо, где-то пошёл на поводу своих каких-то эмоций, своих каких-то фантазий, да, каких-то планов, которые были не подкреплены ничем материальным, да, как-то вот за какими-то своими воздушными замками пошёл. И это развернуло ваше отношение прямо на 180 градусов, да, как-то судьбоносный какой-то поворот был. И сейчас он, что он, сейчас он понимает по карте правосудия, что, ну, он поступил неправильно, что надо было как-то по-другому поступать, надо, что вы заслуживали лучшего и большего, да. Что он неправильно с вами поступил. Сейчас он, то ли он про вас вообще ничего не знает, то ли он как-то, то ли вы ему не позволяете ничего знать, да. То есть у него как-то нестабильно, он про вас особо много ничего не знает. То есть он может как-то только додумывать. Видит вас как, ну, кто вы, вы туз Пентакли, понимаете, вот вы такой огромный большой Пентакль в жизни, такая огромная большая удача. И он по какой-то причине там, да, мы не будем рассматривать, из-за чего у вас произошёл разрыв. Он просто видит, что вот этот вот Пентакль из своей жизни он упустил, да, вот. А теперь он понимает, что был неправ, погнался за воздушными замками, крутанул судьбу, и ваши отношения разрушили, собственно говоря. А он остался, знаете, как эта сказка-то была, да, у разбитого корыта. Вот и он также остался у разбитого корыта. А вы-то пошли в рост. Здесь у вас могут быть какие-то новые начинания. Вы могли там, кстати говоря, заняться собой, там, похудеть, похорошеть как-то внешностью своей, расцвеливой как-то, да, и он это видит. Какая тайная мысль ещё у него по поводу вас? Какая тайная мысль у него ещё? Ну, то, что любит он у вас, то, что любит, однозначно, здесь чувства у человека есть. Ну, что вы, если он понимаете, он видит, что вы сама всё можете, сама всего можете добиться. Что у вас, вот если у вас, опять-таки, есть дети, да, что вот вы и деток сами растите, да, и занимаетесь домом, и бизнесом, и работой. То есть у вас как-то всё хорошо, понимаете, такое ощущение, что вот у него вот он с вами разошёлся, либо вы с ним разошлись. И он понимает, то есть он как видит, у вас как будто такое ощущение, что вы в рост пошли. То есть как будто, знаете, он как камень тянул вас на дно. Но как только вы этот балласт скинули, вы как-то в развитие пошли. И он это видит, да, той натальной мысли, ну вот она молодец, вот она, во-первых, какой-то эгоизм здоровый здесь появился, да, он у вас видит такой вот сейчас даже где-то эгоистичный, да, что она вот как-то работает над собой, она стремится к каким-то целям своим. А он всё здесь где-то болтается. А он что у нас здесь на двух стульях каких-то пытается усилить, какой-то баланс, знаете. Кстати говоря, видит и вас такой, да, что вы можете где-то там вот балансировать, да, и там, и, ну, к примеру, работа-дом, да, баланс. То есть как-то у вас нету такого, ну, пытаетесь, может быть, найти, да, что вот, ну, к примеру будем говорить, пример. Живёте вы одна, нет у вас родителей, у вас дети, и вам надо туда и сюда, да, и на работу идите. И вот вы пытаетесь здесь баланс, да, всё делать. Вот он у вас такой видит, да, что вы можете всё это сделать, совмещать, пытаетесь это всё совмещать. И самое, что интересно, у вас это получается. Какие ещё тайные мысли у него у вас? Ну, писать хочет, хочет проявиться очень. Хочет проявиться, да, такой вот весь, приехать, такой красавчик на коне, вот такой, да, здесь дифирамбы, чтобы ему пели. Он хочет проявиться. А если вы сейчас вообще, вот здесь пауза, тишина, здесь человек хочет вам написать, дать о себе знать как-то, но войти в вашу жизнь как победитель, да, там что-то, может быть, сказать, либо показать вам, да, что вот я такой весь крутой, я там, у меня есть не только одни трусишки, но ещё и штаны я себе прикупил. То есть, ну, как-то вот такая какая-то ситуация. Понятно, да, что это утрировано, я сказала, но имеется в виду, что здесь человек хочет как-то показать свою значимость, что я вот, типа, смотри, я тоже там чего-то достоин, потому что смотрит на вас, и в глубине души он понимает, что немножко не дотягивает. Его это бесит, да, по рыцарю мечей его это бесит, что вы какую-то свою трансформацию здесь закончили, а он всё вот в рыцарях сидит. Его это немножко подраздражает, да, вы как такая, знаете, красная тряпка для быка, напоминание о том, что где он и где вы, да, то есть старт был одинаковый, вы стартанули и высоко поднялись, а он где-то там ещё, да, вот под копытами этого коня. Поэтому ему-то здесь хочется проявиться, но проявиться как победитель. Ну, здесь ревнует он, какие ещё тайные мысли, боится очень. Здесь боится из-за прошлого, если вы были семьёй, боится из-за того, что, ну, не получилось, семья не срослась. Если у кого-то из вас здесь была семья, опять-таки боится, боится того, что вот этот был треугольник, да, в прошлом, и, ну, неправильно какое-то решение здесь было. Здесь именно боится вот прошлое, да, вот именно за прошлое переживает. Что-то у вас тут случилось, говорю, либо вы были семьёй, либо были у вас стабильные отношения, либо у вас, у кого-то из вас здесь семья. Опять, если это вы были семьей Здесь человек просто понимает Что поступил как-то некрасиво По отношению к вашим детям, внукам Если у него здесь семья Он понимает, что дети были главные То есть здесь какое-то переживание Идет у него по поводу детей Дети, внуки Если у него вообще здесь ничего нет Никаких детей, никаких внуков И не предвидится То здесь просто прошлое Которое было связано Со стабильными отношениями А что он здесь переживает? Из-за того, что закрыл сам пути дороги себе Здесь в счастливое будущее Вот из-за чего он здесь переживает Из-за того, что Перекрыто, да Перекрыл сам себе кислород Как говорится Какие еще у него тайные мысли По поводу вас Не может он вас здесь забыть Не может Не может Понимать, что очень судьбоносный человек В его жизни Хотелось бы ему Как-то все это по-другому Чтобы было, да Сейчас ему больно, одиноко Человек в десятке мечей находится Страдает, переживает Очень много, кстати говоря Смотрите, здесь опять и девятка мечей Очень много страхов, переживаний у него Понимаете Вот у него С уходом вас Какое-то осознание пришло Попытки манипулирования у него здесь были Ни к чему не привели Вот Выбор он какой-то там не сделал И теперь вот сидит в переживаниях То есть здесь вот у него Как-то сейчас жизнь не клеится по этим картам И пришло осознание того, что да Поступал неправильно Сам себе тут все перекрыл Все закрыл Сам виноват Признаваться Естественно вам в этом Он не хочет Да, как же так Потому что он там-то хочет выйти в победителях А вот А здесь как-то тяжело Сам в себе переживает сейчас У него очень много переживаний По этим картам Прям очень много переживаний По поводу вас По поводу того, что произошло в прошлом Да, что вы сейчас Обжегшись с ним на молоке Будете дуть на воду Не согласны будете Да, на И там его сценарий На его отношения какие-то А он хочет девятку Кубков Он хочет романа Хочет приятного Время-препровождения Хочет приятно Приехать с вами Время-препровождения Здесь роман Здесь нет Он не хочет семью На данный момент Да, вот на момент просмотра Здесь карта романа То есть человек на данный момент Опять-таки, да Несмотря на то, что там Вот он понимает Осознает Но вот по каким-то причинам По каким-то причинам Не готов К чему-то серьезному А что за причины здесь Выбор его Выбор, от которого Он прям уходит Здесь может быть Смотрите, он как Человек-паук Здесь цепился Во что-то материальное Выбор Связанный с материальным Здесь он К примеру Сидит в своей зоне комфорта Ничего в своей жизни Менять не хочет Там ответственность За вас брать не хочет Поэтому сижу Да, здесь вот именно Выбор связан С чем-то материальным У него И он от него Всячески защищается Всячески откладывает Этот выбор В дальний ящик Как-то тяжеловато Ему что-то потерять Материальное Сейчас Не готов Не готов Хотя хочет Здесь Как это знаете У него планов громадье Вот он Хочет, хочет, хочет Но опять стоим на выборе Вот И опять я не знаю Что я хочу Куда идти Начинаю манипулировать Здесь Да Подожди Подожди Здесь может говорить Да Там лапши на уши навешать Что когда-то там у нас все будет И подожди Там я разведусь Еще 20 лет Подожди То есть какое-то ожидание То есть он здесь Манипулирует Выигрывает Какое-то время Для ожидания К примеру Ну банальный такой пример Да Дети вырастут Я разведусь Я не могу бросить детей Либо Там какой еще может быть пример Подожди Я вот с ней уже не живу Просто мы там спим В разных кроватях Либо там Я не могу уйти Потому что это моя квартира То есть здесь какой-то Понимаете Он манипулирует ожидания Манипулирует чем-то материальным Но опять-таки Да Здесь человек может От всего Может ли Да Здесь человек однозначно Может уйти Может трансформировать Всю эту ситуацию Подвешенную Только в его силах Да И может выбрать любовь Но здесь как-то Вот он сам этого не хочет То есть загоняет Пытается манипулировать Оттягивает Какой-то момент Но и здесь Вот такая ситуация Ну здесь чувства есть Понимаете Вот к тайные мысли Его какие-то Вот такие вот Что здесь Какие еще тайные мысли По поводу вас Тайные мысли По поводу вас Хочет вернуться Хочет вернуться Здесь Хочет вернуться Хочет помириться Потому что был уход Потому что Как-то вот Из-за того Что ничего не менялось Вы здесь Как-то знаете Мечом этим Его порубали Здесь он видит Вас сейчас такой Холодный Отстраненный Да ну Помириться хочет Ну опять-таки Здесь очень много Подводных камней С этим мужчиной Будет Не до конца С вами честен Не всю информацию Открывает И вы сейчас Не всю информацию Про него знаете Поэтому помириться Да хочет Видит вас Холодный Такой Отстраненный Не готова Идти на конфликт На контакт Прошу прощения Не готова Идти на контакт Да Ну хочет опять Понимаете Вот Если этот мужчина Хочет семерку мечей Ну что это такое Это хитрости Изменные Коварства Воровство Да То есть Есть какая-то Такая ситуация То есть С этим мужчиной Будьте аккуратнее Ну вот Не готов он К семье Да Вот он может Лапши Лапшички Вам тут навешать Очень много Да Здесь Он манипулирует Ожиданием Может сказать Подожди Я уже начала Разводиться То есть В данном случае Да Вам надо Знаете Что сказать Вот покажи мне Свидетельство о разводе Вот тогда поговорим Потому что Он здесь может Вот опять-таки Да Здесь он может Манипулировать Каким-то ожиданием Подожди Я сейчас приеду Граница закрыта Там у меня никого нету Подожди Я сейчас не разведусь Подожди 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 А вот вы Кстати ждете 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 Здесь да В какой-то роли Ждунишки Вот Вам уже высшие силы Здесь неоднократно Говорили по поводу Этого мужчины Здесь да И ссоры какие-то были Что вы чувствовали себя Одинокой здесь И в хандре В апатии То есть вам здесь вот Надо подумать Нужен ли вам такой мужчина Или нет Ну вот он опять идет Поэтому здесь Советовать ничего не буду Спрашивать совет не буду Вы все взрослые Умные девочки Да И только вам решать Быть вам с этим мужчиной Или не быть Хотите вы его ждать Не хотите Да Это только на ваше усмотрение Только вам решать Не мне там Не картом Не так Здесь просто наиболее вероятный Сход событий Предсказали да Расклад был его Тайные мысли Вот Поэтому здесь вот так вот Девочки Я вас всех люблю Всех желаю Счастья Любви Здоровья Исполнения желаний Мира И процветания Вашему дому Всех люблю Всех целую До новых встреч Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин